Я, конечно, против того, чтобы всю жизнь, значит, отдавать под управление искусственным интеллектом. Кстати, тут вот недавно был эксперимент, запускала его одна поисковая сеть, они внедряли туда искусственный интеллект. Этот искусственный интеллект пришлось через несколько часов отключить, потому что он понёс какую-то бредятину полную абсолютно, да? Стал выдавать какие-то несуществующие истории, выдумывать, ну, то есть, ну, там, по запросам поисковика. Вот, он должен был, по идее, так сказать, концентрировать себе там всю мудрость мира и отвечать вообще на любые вопросы. А его там через 8 часов, что ли, пришлось отключить, этот искусственный интеллект, потому что он вообще, такое впечатление, что он то ли напился, так сказать, то ли там обнюхался, да, то ли устал, то ли ещё что-то там вроде. Короче, он понёс полный бред, и это же Google, по-моему, запускал, я забыл, кто это запускал-то? Ну, кто-то, да, запускал. Ну, вот Google, по-моему, запустил, или кто-то из них, да, запустил, да? И они в конце дня сказали, что вынуждены отключить его, и вообще сказали, что это был эксперимент. То есть они с помпой это дело преподнесли, вот сейчас искусственный интеллект будет, там, тра-та-та, а он такой понёс. Это хорошо, что ему не дали управлять, там, условно говоря, атомными станциями, самолётами. Вот уже к концу, если бы ему дали, то с концу дня этот замечательный искусственный интеллект, там, да, взорвал бы все атомные станции, кто знает, и все самолёты бы попадали. Вот и всё, это вот, кто не в курсе, это вот был буквально на днях такой эксперимент. А в конце дня они его отключили, сказали, что вынуждены отключить из-за большого количества ошибок, которые, значит, этот самый искусственный интеллект допускает. А ей сказали, что вообще, на самом деле, это был просто эксперимент, поэтому не надо было к этому так серьёзно относиться. Поэтому в целом к искусственному интеллекту я отношусь с опаской. Ну, кстати, сам Путин в своё время, помнится, на этот вопрос отвечал, что, мол, у искусственного интеллекта нет ни души, ни совести, поэтому тоже ему передоверяться не стоит. Но, наверное, в каких-то, в каких-то сферах, да, он должен быть внедрён. Если нам сейчас вот это надо для, там, цифровых расчётов за экспорт-импорт, ну, значит, идите и внедряйте, и всё. Грубо говоря, вот вас вызвали, и говорят вам, вот такая задача, идите и делайте. И тут одно из двух, или вы идёте и делаете, или вы говорите, я не могу. Ну, всё, я свободен. Ну, может быть, есть третий вариант. Я вот, мне подозрение, что всё равно у наших чиновников есть некая шкала опасности раскачивания кресла под ними. Конечно. Такой рискомер, то есть, вот, я вот сейчас не буду делать, подожду ещё. Вот мне ещё второй раз скажут. Может, когда на меня уже гаркнут, я что-то начну делать. А так буду сидеть, ну, зачем лишнее телодвижение? А это, знаете, это тогда уже вопрос к президенту Путину, да, как бы, хочется сказать, Владимир Владимирович. А вы не очень их разбаловали, а? Вот вы не очень их, так сказать, разбаловали, и не приучили ли вы сами, как бы, да, всех своих министров и всех людей, которые вас окружают, вот к такому странно мягкому какому-то, это самое, значит, отношению к делам, как бы, и к тому, что ответственность вообще никогда не наступит. Или если и наступит, то в виде, как бы, такого золотого парашюта и проживания, как бы, на вилле с бассейном. А это не ответственность называется. Вот, может быть, в этом смысле надо что-то менять, да, по кадровым вопросам. Ну, в зависимости, причем даже не по эмоциональным, так сказать, показаниям, а в зависимости от соответствия занимаемой должности. Вот и все. Тут еще тоже в продолжении этой темы, как делать, как выполнять поручения, появилась обновленная редакция госпрограммы развития авиационной промышленности. То есть, Боинги и Аэрбасы, мы от них откажемся по объективным причинам, поскольку нам их не поставляют. Будем летать на своем. Я посмотрел, может быть, что-то новое появилось, какие-то новые названия, новые разработки, но, к сожалению, все тот же МС-21, все тот же Сухой Суперджет, Ил-114 и так далее. Ну, просто к Суперджету приставили приставку Нью, новый, вот, все остальное без изменений. То, что разрабатывалось 10 лет назад, 15, мы будем дальше и разрабатывать. Ну, это тоже, это все про то же самое. Опять, вот мне даже, я так вот сижу и даже думаю, елки-палки, вроде как это оскомину набило. Можно сказать, ну, ты же говорил об этом, там, год назад, два года назад, три года назад, там, да, не то, что ты же. Ведь все же говорили про это. А этим людям, как об стенку горох. Еще раз говорю, потому что они живут в некой иллюзии того, что якобы существует какая-то там международное, так сказать, разделение труда какое-то, да, в котором вовсе не обязательно иметь свои самолеты. То есть, когда-то угробили свое собственное авиастроение, не захотели его развивать, модернизировать, сказали, решили, что все будем теперь брать в аренду или покупать, как бы, да, у этих двух вот монополистов, Airbus и Boeing, да. Вот. И нам ничего не надо. Ну, вроде как-то потихоньку дошли до мысли, что да, все-таки было бы неплохо, если бы у нас было что-нибудь свое. Но и все равно, как бы, да, все это очень, как бы, через силу. Еще раз повторяю, вот на мой личный взгляд, потому что все люди, все эти министры, все эти ответственные, эти, так сказать, чиновники, они все люди. Мне кажется, они все просто тотально заражены вот этой вот, вот этой вот, значит, тягой и убеждением в том, что вообще вся эта борьба за суверенитет, это все не надо. Мне такое вот, когда я вижу их лица, вот у меня такое впечатление, что они все это, знаете, как вот из-под палки, вот, из-под палки. Вот так не хочется, вот так не... Ведь все же так хорошо, как бы, да, продаем нефть, газ продавали, да. Продавали все, что можно, там, лес кругляк, так сказать, там, золото вынимали, там, да. То есть продавали все, что вообще, с чем вообще не надымается. И покупали за это... Все, что лежит. Все, что лежит, да. Вот дырку просверлил, как бы, да и не я даже просверлил ее. До меня ее просверлили, там какие-то геологи Там мерзли где-то там в тайге В тундре как бы, да, в этой Вот там их там медведиком кусали Их там за пятку, вот и так далее И не я даже просверлил И все же так хорошо было, да Вот и не я построил, как бы, я просто купил Там за 100 долларов И не я как бы это все вообще морочился с этим Не я там мерз, не я голодал Все это не я сделал, и ведь как хорошо А просто вот крантик же открыли И вот оно посыпалось на меня, как бы, да И вот яхта, и, значит, персональный Самолет, там, ну или что-то попроще Там, и машины, и, значит Вот это вот, там, поездки и так далее Ведь так все было замечательно У них вот у всех такие измученные вот эти лица Да, что-то, ёпарас Это какие-то самолеты надо строить Что-то, какие-то пароходы Нахрена все это, да Вот, потому что, ну, эти все вещи Они лежали на поверхности, там, тот же Сухой суперджет, но когда мы его сделали Ну, замечательно, но там же он был весь напичкан Иностранным оборудованием, как вы себе думали Дальше-то будет, да, вот, да Значит, этот МС тоже Вот его вот разрабатывают Разрабатывают, разрабатывают И все никак не могут доразрабатывать Ил-114, это вообще в какой-то момент просто умер Вот, вот как и МС-21, между прочим, да Ил-114, это же старые проекты Вот, они в какой-то момент умерли Другой вопрос, что у всех проектов В авиации, конечно, гораздо более длительная жизнь Чем, там, у какой-то другой техники Потому что, ну, там, условно говоря Боинг-737 тоже не новый самолет, да Вот, это, как бы, самолет, как бы, да Из каких-то, из 80-х годов прошлого века По большому счету, просто его или модернизируют там, да Или просто строят новый Он просто новый, как бы, а фактически он был создан еще тогда Вот, задумывался вообще, по-моему, в конце 70-х он, да Вот, что-то в этом роде Вот, ну, вот То есть это, в принципе, на самом деле не страшно Вопрос в том, что вы говорите, к сожалению Ну, ладно, пусть будет и МС-21, и сухой, так сказать, этот Суперджет и Ил-114 Только пусть они будут Пусть они будут И здесь опять упираемся во все то же самое Кадры, мощности, квалификация, так сказать, материалы, да, и все остальное Плюс, значит, если уж вы решили все-таки с этим Боингом и Эрбасом расстаться Вот вчера я про это и говорил-то более жестко Но сегодня еще раз повторю Слушайте, на самом деле И авиационная, и военно-промышленная даже, так сказать, отрасль стран НАТО Категорически просто, ну, фатально зависит от российского титана Который мы продолжаем туда поставлять Ну, вот, может быть, может быть, какие-то вопросы, на самом деле Можно решать даже не на поле боя, а экономическими санкциями Нас обложили более чем 12 тысячами экономических санкций Да, мы пока, на самом деле, всерьез вообще ничего не сделали Ну, ничего не сделали Да, мы сказали, вот, мы теперь будем продавать нефть и газ за рубли Во-первых, я что-то вообще эту тему совсем уже и не слышу То ли покупает кто-то за рубли, то ли не покупает Кто-то покупает, но далеко не все те Многие покупают Кого мы хотели, как бы, да, но тем не менее, да И дальше вот этот вот титан, да Который они у нас закупают Слушайте, попробуйте Говорит, нельзя, нельзя, где же мы будем брать деньги Вы попробуйте прикрутить этот самый, как бы, немножко, так сказать, да Удавочку, что называется, да Положите руку им на горло И посмотрим, что будет, а что не будет Говорит, нет, это невозможно Опять невозможно Почему невозможно? Возьмите и заявите, что все Мы рассматриваем, значит Рассматриваем, так сказать Возможность полного отказа от поставок титана, например, тем странам Которых мы считаем недружественными И вообще ресурсов, в том числе, так сказать, да Глядишь, они как-то по-другому начнут относиться К оказанию помощи Украине Ведь это же на самом деле проще Гораздо, чем, условно говоря, так сказать Да, вот опять потом встречаться с матерями мобилизованных Там и все остальное Это же проще На самом деле, да Чем мобилизовывать там сотен тысяч людей Как бы там воевать и так далее И так далее Давайте, может, это попробуем Ну все, может, с этой Америкой и Европой Ну не будет у нас дружбы уже никакой Все, успокойтесь, да Успокойтесь Ну, как бы Вообще нет И потом они Вот даже Вот даже если там взять Какую-нибудь там условную, говорю, партию пораженцев Да Давайте пойдем там сдадимся американцам Вы что, рассчитываете на пощаду на их? Они же добьют Так, что здесь вообще ничего не останется Вот даже себе Вот предположим Завтра раз И здесь вот появляется какой-то такой, так сказать Светлоокий либерал Который, значит, берет и на коленях Приползает, как американцам Вы что думаете? Американцы, так сказать, еще раз дадут нам возможность Вообще хоть встать? Они воспользуются этим и добьют до такой степени Чтобы вколотить нас в каменный век Чтобы мы никогда уже не встали И не будет здесь ничего Вот в чем Ну, что была нефтегазовая колонка и все Да, и все, и больше вообще ничего Как вот слова, которые когда-то приписывали То ли Маргарет Тетчертовская, то ли Мадлену Олбрайт Я уж не помню Да, там по-разному Что якобы вообще в России должно жить 15 миллионов человек Которые должны обслуживать трубу Все И больше ничего здесь не должно быть Это кто-то из наших либералов тоже ранее ельцинских Такое говорил Что 10 миллионов достаточно для обслуживания инфраструктуры Да, да, да 10-15 миллионов Больше не надо никого Больше здесь никто не должен быть А потом просто распилит это по кускам, по частям Вот И, собственно говоря, все дела Поэтому думать, что мы можем опять подружиться с этой Европой или Америкой Если вдруг, так сказать, придем к ней на поклон Но это наивность Это наивность Знаете, такой вот синдром заложника Давайте я с этим бандитом буду хорошо себя вести Может, он меня не убьет Или там не сразу убьет Или не больно зарежет И так далее, и так далее Поэтому, ну, слушайте Если мы вступили в такую серьезную конкурентную борьбу Не на жизнь, а на смерть Ну давайте Значит, прекратим мы эти вот Двойное вот это сидение Даже вот, например, та же Прибалтика Ведь на самом деле Наши товары Продолжают уходить через прибалтийские порты Они вообще, как бы, не знаю уже, к чему там призывают Чтобы нас уничтожить А мы продолжаем давать им возможность зарабатывать на наших ресурсах Да Продолжаем давать возможность Ищите другие варианты Я говорю Даже с той же самой Украиной Можно было порешать многие проблемы Более жестко, вводя экономические санкции Не вводили, на мой взгляд, только по одной причине Вернее, по двум причинам Первая причина была в голове Убеждение в том, что якобы вот эти совместные экономические проекты Будут удерживать украинскую элиту от радикальных шагов Оно полностью лопнуло И второе, это интересы наших бизнес-групп Которые, как бы, да На самом деле, вообще, там, живут и не в России, и не на Украине А живут, так сказать, там, где-то между небом и землей На своих, там, супер-яхтах Персональных самолетах, и так далее, и так далее Вот, мол, значит, их не надо трогать Но надо уже трогать всех Да, вот, всех из-за всей подробности Потому что в противном случае, как бы, ну, есть риск просто проиграть Мы просто можем не вытянуть все эти вещи Опять же, растягивать все это на десятки лет Вот, ну, а что касается авиации, ну, приняли эту программу, как бы, и хорошо Но дело в том, что таких программ принимали уже очень много Вот тоже к вопросу о том, выполнены Не только по авиации Да, не только по авиации По автопрому Да, вот, выполнили, не выполнили Ведь сколько этих программ было И сколько этих дат было И, там, по многим из них, там, давно уже должно было все летать, бегать, так сказать Ездить там, и все, и шкварчать, да И где оно? И эти люди так же сидят и делают вид, что, типа, ау Тут-ту-ту-ту-ту-ту Были объективные, так сказать, причины и прочее, прочее Ну, слушайте, это как бы это халатность или там на грани преступления. Потому что вот это вот, я всегда могу найти какие-то объяснения. Нет, это ни о чем. Я, кстати говоря, не знаю. Я считаю, что, я серьезно говорю, я считаю, что вот Путин должен быть жестче в этом смысле. Даже с точки зрения общественного мнения. Потому что иногда вот там Лукашенко показывает, он там как, он как он говорил, мы правительство перетрахивали, перетрахивали, так сказать, да. Вот. Может быть, тоже надо кого-нибудь там перетрахнуть, так сказать, да. Все-таки, хотя бы для пиара. Ну, хотя бы для пиара, я не знаю. Потому что иначе возникает странное ощущение, что президентам все прощает. Ну, не сделал, так сказать, там это самое, условный там, не знаю, как кого угодно, любое имя называть. Не сделал ты вот это вот. Ну, плохо, так сказать. Ну, ты давай выучи уроки так в следующем разу, так сказать. Давай, это самое. Приходи подготовленный, давай, мы проверим. Знаете, как старая такая добрая учительница. Бабушка, которая уже там ничего не соображает, да, так сказать, вот. Давай там это делай. Нет, слушайте, так с ними не пойдет. С ними так не пойдет. Они совершенно, мне кажется, этого абсолютно не понимают. Не потому, что я там кровожадный, я просто еще раз говорю, потому что, да, нам нужен успех. А вот в таком режиме успеха не будет. быть clear, делаем eso. я не знаю, для Jakarta, да, нет. Бывки жертвы,